всем привет сегодня рассмотрим крымские сигареты последний из моего закупа крайнего это сигареты под названием европа европа classical quality такая вот золотая пачка у нас тут герб нарисован такой знаете щитово щитовидный и щитообразным так бы лучше правильнее сказать и там он обрамлен такими листочками венком тут у нас канцерогены мутагены производит пепел короче все то же самое показывать смысла нет я это уже на других показывал пачках также сверху у нас выбито и пачка у нас видите с прямыми углами по мрц май двадцать первого года не у меня все одной партии вышли удобно считать ценник и цена составляла 160 рублей ну то есть получается это если они не ошибаюсь это они дешевле чем все остальные что я обозревал а вот перед этим вип-клаб был там 165 plossum and decay 185 стоил пепел 200 вот strong and brave я уже честно я не помню сколько он стоит тоже там 165 вот такой ну короче такие побюджетнее ну хотя как побюджет 160 рублей это нехило тут у нас вырез такой бумажечка полосатая такая золотистая сами сигареты следующим образом выглядит белый фильтр на золотое колечко и там вот этот щиток нарисован и написано европа ну то есть простенько на бумаге у нас присутствуют кольца вот эти как и на любых сигаретах тут есть микро перфорация не вижу сколько или два или четыре кольца вот такая у них набивка довольно таки неплохо дальше она лопается что по запаху ну запах по сравнению с остальными крымскими сигаретами здесь не такой насыщенный такая легкая фруктовая сладость и все я не знаю сколько версию данной марки магазине была только вот такая в золотистой пачке если вы знаете напишите если у них другие виды то есть я не знаю это как бы крепкая версия или если их несколько или нет не знаю была только такая запахи больше такого печенья что ли как бы но не как у blossom indicate там это прямо реализовано очень круто так легкой форме то есть в отличие от vip club там как бы вроде этого не было ну или мне кажется не знаю что то подобное такое но помимо этого еще в аромате эти женность небольшая такая и могу сказать горелые тряпки но легкая какая-то за спичку запалили потушил это кузов это прям очень слегка ненавязчиво и только если принюхиваться как всегда очередных курильщиков банда с кнопкой повезли что касается проходимости нареканий никаких нет они легко проходят слизистую не дерут ничего такого но в отличие от всех остальных сигарет эти почему-то глотку сушат прямо пить хочется я перед этим перед обзором воды выпил чтобы немножко прочистить значит рецепторы и вот я только закурил ее до половины дошел и мне уже опять пить хочется то есть они прям сушат и как видите в отличие от всех остальных эти сигареты почти полная пачка осталось они у меня уже недели две или три лежат с того момента как я их открыл но все дело в том что они мне по совокупности факторов понравились меньше всех остальных и европа у меня будет на последнем месте то есть на первом месте я уже раз это последний крайний обзор на них скажу пепел это первое место с blossom and decay обе марки на первом месте потом strong and brave потом вип-клаб и на пятое место я поставлю европу это вот с лучших до худших чисто субъективный топ если кому-то это интересно вот просто ну они во первых по вкусу проще намного как бы не не чувствую здесь какого-то прям него эффекта не табачные сигареты не химозной абсолютно никакой химии ну видимо табак здесь все таки чуть попроще чем в тех которые в выше высшем топе содержится видимо мешка сама чуть как бы попроще то есть он не очень прям насыщенный такой такая табачная сладость даже у того же вип-клаб вкус чуть-чуть насыщенный но на реально они там отличаются все вот в таких градациях чуть-чуть эти чуть-чуть лучше эти чуть-чуть лучше чуть лучше вот так вот так то есть какой-то сильный существенной разницы между всеми этими сигаретами нет кроме разве что blossom and decay и пепла потому что те совершенно разные а вот вип-клаб strong and brave и европа это плюс-минус одна мешка плюс-минус но видимо все таки раз отличия я обнаружил и в топ их разместил определенном порядке все-таки отличия не имею но плюс-минус одинаковые из конечно до blossom и до пепла этим сигаретам на мой субъективный взгляд очень далеко ну это не понравилось то что в отличие от всех остальных они сушат то есть не запить хочется как бы я это не очень делаю люблю вот в остальном все нормально по крепости также где-то 0 5 миллиграмм 0 605 миллиграмм не больше то есть легкие сигареты чего-то говорить три это не также как и там вип-клаб тот же и strong and brave в общем-то собственно на этом можно и завершить обзор вы мое мнение поняли крымский вопрос закрыт вот там правда еще есть несколько брендов которые из последних новинок которые я еще ну потому что я их не встречал в продаже которые еще не пробовал если увижу обязательно и на них сделаю обзоры но я не думаю что там будет что-то интереснее чем пепел и blossom and decay это все-таки лучшие крымские сигареты на мой взгляд на этом все всем до свидания